здравствуйте мои маленькие любители садоводы моим виктор и это снова я вот вчера закончил посадку клёна ложнозибольдова ночь уже прошла сейчас начался первый снег но сегодня мы супруга не поренились и сходили на местное скажем озеро шишневское водохранилище еще год назад я там заприметил один странный одинокий кустик именно вот этот вот он светит такими прямо пышными белыми цветками чем-то похоже на черемаху но это не она вот я сейчас затрудняюсь сказать что это такое может кто-то по листьям узнает по веткам что это может быть но так обильно цветет вот даже засохшие цветочки можно разглядеть а вот вот белые обильные цветочки вот такие вот листья интересные вот значит что характерно он одиноко рос недалеко от берега и эти цветки собирал то есть полностью гальванической медью покрывал вместе с веткой а потом эти цветки и ветки даже использовал отдельно для композиционных работ и вот что интересно мне этот куст так проглянулся что я решил его выкопать и взять себе потому что он так одиноко рос а здесь он у меня будет в компании самых разных рабочих и украшающих декоративная часть сада кустарниковых вот ой в общем то что получается не пересадил сейчас корни конечно пришлось немножко повреждать потому что они глубоко шли но я надеюсь он этого стоило здесь у меня добром отплатит и здесь он будет комфортнее поэтому если кто знает что это за куст буду благодарен я даже закреплю тут к видео фотографии лет не будет видно по цветкам может быть кто-то подскажет определить что это именно то есть вот так вот теперь все это вот неизвестный куст это облепиха ну я давно пересадил вот это то материнское дерево она пускает много назовем так ростков собственно говоря я пересадил но уже третий год здесь я из него формирую все что душе угодно на нем практикуюсь как я называю в обонса его не деревьев я не профессионал не претендую просто люблю этим заниматься это мое грубо говоря каждый год я какую-то определенную форму придаю здесь тоже небольшая облепишка но это так здесь калина будет дай бог тоже ее спас скажем так ее хотели выкинуть выкорчевать я ее забрал вот там вот гинку тоже надеюсь очень что приживется 10 не память не изменяет это кизильники тоже мне очень нравится вести использую для композиционных работ но он и глаз и душу радует яркой смены цветов что мне нравится тут у меня гортензия мерленовская скажем так не знаю приживется на будущий год нет будем надеяться то есть она прижилась после горшка и после того как я использовал все цветы для работы но потом я пересадил сюда вот посмотрим что получится ну и конечно же клён я решил его сделать немножко в скалистой местности так скажем ну как говорят альпийская горка здесь будем называть альпийская скалка скала то есть вот так вот он будет жить здесь это горка я точнее горка 5 называю вот эту скалу я хочу продолжить по всему от наверное даже периметру не то что целенаправленно каменная стена просто вот мы посмотрим как пойдет потому что у меня вот здесь вот тоже назовем альпийской горкой я начинал делать вчера вот переделал кто не посмотрел предыдущие ролики как я вот формировал эти сосенки бонсайные можете посмотреть ссылку закреплю вот пока так здесь по плану будет находиться мастерская то здесь буду прокладывать фундамент по всей вот этой вот площади даже скважина пойдет в подпол скажем так вот тут будет все именно вот под мастерскую вся эта часть планирую так вот нужно сначала прокопать траншею сделать под фундамент засыпку присыпку арматуру сварить ну и потом потихоньку заливать бетон покупать заливать и так далее вот поэтому я все же надеюсь на помощь подписчиков кому не без отличен мой труд может на любую абсолютно помощь я могу гарантировать что эта помощь то что вы переведете любую денежку она уйдет только в мастерскую только вот в это помещение и каждому кто мне хочет что переведет так сказать помощь я естественно долгу не останусь я могу отблагодарить любым украшением абсолютно эквивалентно сумме перевода поэтому имейте ввиду не часто и об этом распространяюсь конечно но вот кто ближе ко мне они знают так сказать эту ситуацию потому что одному тяжко тянуть как говорится частный дом и еще и думать о том что мастерскую строить потому что я вынужден работать на втором этаже мастерской но она холодная зимой и поэтому нужно полноценное помещение которое планирую разместить здесь тут же будет находиться крыльцо на крыльце я планирую принимать гостей не только покупателей но и допустим просто-напросто людей которым интересно посмотреть вот на эту всю красоту которая в итоге здесь будет вот или кому просто интересно пообщаться немножко в таком про япония нам стиле на философские и творческие темы и возможно возможно буду проводить мастер-классы вот это у меня тоже есть такой план поэтому все вокруг здесь вот в таком духе пока это все так условности но контура уже видны я думаю так же как вот здесь на будущее вот эту теплицу ванну это я все уберу теплица будет переноситься а здесь будет японский сад с абрикосами с персиками вот первая вишня уже начало положено таминтоза абонсайная здесь будут камни здесь будут тропинки все будет японском стиле здесь на газончик точно также можно будет принимать гостей отдыхать здесь в общем это все вот такие у меня творческие планы касательно вот сада поэтому буду рад буду рад и благодарен любой абсолютно помощи кому не жалко кому как говорится не безразлично судьба мастерской которая столько вложил и которая еще конечно требует вложений поэтому как говорится будем помогать друг другу да не скудеет рука дающего в общем берегите себя будьте здоровы всем пока 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 до встречи в новом видео удачи